Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас снимать? Конечно, конечно. Мне будет много, что вам сказать. Так, может, лучше сразу в камеру. Но дело в том, что не очень надолго. Мне бы в камеру просто могли бы зайти. Я бы там, может, вам бы даже что-то... Скажите, давайте в двух словах. Вам после нашего визита репрессии были какие-то? Вообще, все делается издевательство. Только вышел с изолятора, сразу посадили. Позвонить не дают, как не давали. Хотел позвонить еще кое-куда, тоже не дают. Один день у меня получался. Получается, одни сутки отсидел, вторые сутки отсидел. 14-12, это месяц, час обратно, 12 суток дали. Я родным толком не успел позвонить. Один день вот это пробыл. 26-го я вышел, меня сюда, сюда, сейчас вот обратно. Один день. Сколько вам дали? Сейчас. Сейчас 12 суток. За что? Да, вообще, практически не за что. Рапорт на меня написали, что я руки, руки за спину не взял. Я говорю, ну так возьмите меня, расстреляйте, за то, что я руки не взял. Не взял за спину. Руки за спину сколько я получил? 12 суток. Я говорю, так возьмите меня, сразу расстреляйте. Игорь Володимирович? Да, Игорь Володимирович. Так, я знаю, на меня вид Волошина. Да, я отправлял вам 27-го числа. 27-го числа. Я прилаживал сразу, сразу там это, сейчас скажу, прилаживал сразу в обращение. В генпрокуратуру. Так, так, так. Это было, это я вам обращался за 20-е число. 29-го числа меня снова катували. Вот под руководством вот этого гражданина. Что же, тоже якобы за то, что этот гражданин готов меня растерзать, за то, что я руки, руки не взял. Ну, потому что на вас зараз... Я, я... В чём? Да вы на выбор. В вас, в нем мое право заниматься, представник администрации. Скажите, пожалуйста, ваше призвучие. В Артене. А посада? Да, кто вы? ЧКНК. Мы вам не давали сгоды, что нас снимали. Да. Ну вот, по поводу снятия тоже ничего не дают. Сейчас сказали, сейчас ещё новая какая-то история вышла. Говорят, уже и консервы мне нельзя. То есть, это противоречит вообще части первой, как статьи Конституции 58. То есть, никак, согласно этой части статьи, моё ухудшение моего положения не может быть, а получается ухудшение. Я говорю, за кодекс, который действовал до 2003 года, мне говорят, он сейчас не действует. Я говорю, при чём то здесь он. Согласно ему, мне много к чего положено. А согласно части первой статьи 58, моё положение никак не может ухудшаться. А здесь, здесь мне всё ухудшают. Я вас проявил. Вы вот скажете про то, что в присутности Мартинюка 29-го. 29-го числа. А что, что самое отбывалось? В 29-й каком месяце? Всё самое отбывалось. Месяц такие, в 29-й каком месяце? Нет, что было мало. То есть, отбывалось то, что Мартинюк с группой забежали, забежали. Я сказал, что я не хочу идти до кота, который меня катовал 20-го числа. Отказываюсь. На вызов? В основном на вызов вызвали куда-то идти? Да, он пришёл меня, вызывал куда-то, пришёл, забежали. Так они мне и очки сломали, и я не знаю, и руку мне крутили. Что, и всё-таки доставили в кабинет? Да, да, в одной тапочке. До кого вызывали, с кем? Да, начальника, который меня 20-го числа катовал. Двадцатого? Двадцатого, восьмого, это он меня 20-го числа катовал за то, что намагается, чтобы я ведьмовый все своих позывных вымог. Так же самое, как и всё это время, я вот заявил, я не знаю, занесли действия в ЕРДС, а никаких действий нема. Денисюк здесь сколько не работает, прокурор, буквально вчера был у него на суде, я говорю, конкретно он не отказался отвечать на вопросы. Я говорю, сколько вы времени работаете здесь, в местной Шепетовской прокуратуре? Я говорю, я могу вам назвать, что начиная с 2007 года, пошёл, это была, как сейчас скажу по правам? Карпачёва. Карпачёва, Шелудковская, все приезжают сюда, комиссии, находят нарушения прав, находят нарушения всего. Я говорю, вы здесь за всё время, что работаете, что конкретно сделали? То есть он не сделал ничего. То есть это он способствовал всем этим преступлениям. Это и есть служебное преступление. Я говорю, получается так, что у нас злоупотребление властью, превышение властью, подделка служебных документов, что по нему там возбуждали по первой части 366. Службовая нетбалясь, это что у нас, получается, перестали быть служебными преступлениями. Или получается, только нас можно карать, а если он в погонах, кого вообще покарали? Никого. Кого наказали? Никого. За всё это время. Что происходит? Получается, вот эти граждане только из-за того, что у них погоны, могут творить свои воли и беспредел, нарушать мои права. Но согласно этому меня посадили в тюрьму. Из-за того, что я своими правами порушил иншие права, конституционные и других граждан. Точно так же это касается всех остальных. Перед законом и перед конституцией всё равно. То есть вы должны ответить за то, за то своё действие, которое вы действуете. Если вы нарушаете или исполняете преступные приказы, вы должны за это отвечать. И разницы нема, какая на вас погона. Вот, пожалуйста, тоже гражданин, у меня по судам проходит, назывался, мне давал свои данные, что он Лучко, а оказался не Чепурук, Леонид Фёдорович. Мы вот сейчас пытаемся, всё никак, судьи затягивают процессы, никак не могут выяснить, почему, по какой причине, это гражданин. Как служебная особа, которая представляет здесь орган власти, представлялся чужими именами. То есть, что имеет юридическое значение. Не просто это я осужденный здесь, а это всё граждане, у нас представляющие власть. Какие они... Вы ваше звернение в уста зафиксовали, да ещё... Напишите, панове, факты, к счёту. Хорошо, а вот здесь сейчас, вот перед вашим приходом выключили, они здесь музыку нам врубают. Бывает, включают так, что вышел на прогулку, и потом идёшь, говоришь, вы просишь выключить? Нет, фашистские методы. Фашистские методы, это фашисты только делали. Вот, у них они вывели громакового руководителя, на всю включают, что ходишь по прогулке, и не поймёшь, что ли ты на прогулке, то ли у тебя в голове громит всё.